Слава тебе, Господи! Слава тебе! Читаем, продолжаем читать Ветхий Завет, книгу Исхода. Сегодня читаем девятнадцатую главу. Третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской в самый день Новолуния пришли они в пустыню Синайскую и двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там с Таном в пустыне и расположился там Израиль с Таном против горы. Моисеев зашел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что Я сделал египтянам и как Я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глаза моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним и будем послушны». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобой. И поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу, объяви и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И приведи для народа черту со всех сторон. И скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не будет, рука да не прикоснется к нему. А пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука, когда облако отойдет от горы, могут они взойти на гору. И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ. И они вымыли одежду свою и сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою Синайскою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана, в сретене Богу. И стали у подошвы горы. Гора же Синаи вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи. И вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы. И взошел Моисей, и сказал Господь Моисею, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся Господу Богу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь. И сказал Моисей Господу, не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав, проведи черту вокруг горы и освети ее. Господь сказал ему, пойди, сойди, потом зайди ты и с тобою, Аарон. А священники и народ, да не порываются восходить Господу, чтобы Господь не поразил их. И сошел Моисей к народу и пересказал ему. В этой главе мы прочитали, как израильский народ пришел в пустыню Синайскую из земли, вышедшей из земли египетской. Третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской. Три месяца они шли, и вот пришли они в пустыню Синайскую. Моисей взошел на гору, и Господь сказал ему, чтобы он приготовил народ к тому, что он явится на горе сей, но чтобы народ был приготовленный. Хотел, чтобы этот народ израильский стал народом святым, царством священников. Моисей пересказал народу, и всем понравились слова такие. Господа они сказали, мы будем слушать Господа, говорить, что нужно сделать. И вот Моисей сказал по слову Господне, чтобы они три дня подготовили себя, очистились, осветились, омылись. И вокруг горы, по слову Господа, он провел черту. И сказано было, чтобы за эту черту никто не заходил. Вплоть, как сказано, до смерти умрет. Ни животное не должно перейти через эту черту, ни человек. И все были послушны Господу. И вот на третий день на гору взошло облако, были громы, молния, и как бы дым шел из горы, из вершины горы. Моисей поднялся на гору и разговаривал с Господом. И народ смотрел на это. И великий рубный звук был весьма сильный, пока было это облако над горой. И дым шел, как из печи. И все это для народа было удивительно. и даже в страхе некоторые были и в таком вот, что видели силу Господню. И никто не заходил за черту, которая была отведена. Тогда Господь сказал Моисею, сойди с горы, расскажи людям все, что я тебе говорил. Снова скажи, что люди, израильский народ, должен быть избранным народом и народом священства. Передай все народу и снова поднимись ко мне. Так и сделал Моисей. Еще раз предупредил людей, чтобы они не поднимались, не переходили через черту, а ожидали его там. И снова поднялся на гору Господу. Здесь мы видим, что Господь выбрал себе, избрал народ, который он хотел бы, чтобы они были священным народом, которому он хотел передать законы, заповеди, которые бы учили весь другой народ на земле. Изначально было так. И Господь вел этот народ и все для этого делал, чтобы они спаслись из рабства и питал этот народ. И были даны сначала и пророки, вот такие люди, как Моисей, для того, чтобы те, которые могли говорить с Господом и вели этих людей. Но народ не устоял, как мы потом будем знать. Не весь народ, конечно, потому что нужно не отступать уже от Господа. А все это житейское наше море, наша жизнь. Иногда люди не могут удержаться и отступают от Господа. Будем же крепкие в вере, идти за Господом, молиться, слушать, читать священные книги. И так будем спасаться. Спаси Господи! ПОДПИШИСЬ!